Попробуем оценить, как зависит протестный потенциал россиян от их характеристик, относящихся к социально-экономическому блоку. Для этого воспользуемся двумя методами – лог-линейный анализ и мультинамиальная логистическая регрессия. Начнем с лог-линейного анализа. И анализировать мы будем данные, собранные Всероссийским Центром Изучения Общественного Мнения в базе, называющейся «Электоральная панель». Там много переменных. Мы будем работать только с семью из них. Здесь они представлены сейчас. Так, как я уже сказал, социально-экономический блок, поэтому здесь уровень благосостояния, в том числе субъективная оценка, оценка своего социального статуса. Уверен, что в завтрашнем дне удовлетворена жизнь и, собственно говоря, протестный потенциал. Протестный потенциал исходно измерялся по 10-балльной шкале, поскольку людей, которые декларировали наивысшую вероятность участия в протестной активности, крайне мало. И вообще, полюс высокий, протестный потенциал, он достаточно мало наполненный, поэтому эта шкала была преобразована. Поскольку эта шкала может быть расценена как псевдоинтервальная, и здесь каждая из градаций не несет какой-то отдельной содержательной сущности, поэтому здесь разумнее было провести разделение таким образом, чтобы у нас было, допустим, 4 группы по квартелям. 4 равнонаполненные группы. Ну, совсем равнонаполненные они не получатся, потому что людей с наименьшей вероятностью протестного потенциала, их уже изначально больше 50%. Но в рамках остальной градации можно было сделать 3 равнонаполненных интервала, что технически удобно для мультиномиальной регрессии. И, в общем-то, и для луглининного анализа тоже хорошо, хотя гораздо менее критично. Следовательно, интерпретация новой шкалы будет заключаться в следующем. Первая градация — наименьшая вероятность, то есть люди, которые оценивают вероятность своего участия в протестных акциях на минимальном уровне. Затем...